Многие из нас мечтают добиться признания и делать то, что не подвластно большинству. Так я поставил себе большую цель. Научиться обыгрывать букмекера и зарабатывать, делая ставки на спорт. Но давайте вернёмся на почти 4 года назад. Туда, где всё только начиналось. Меня зовут Егор, я из крупного сибирского города Красноярск. Зимой температура воздуха здесь может опускаться ниже минус 40 градусов. А в мае может идти снег. Однако регион проживания никак не влияет на потребность человека в самовыражении и амбицией достичь чего-то по-настоящему большого и значимого. Как для себя, так и для общества в целом. И оставить после себя добрую память в умах людей. Первое знакомство с футболом у меня произошло во время чемпионата мира по футболу в России, когда мне было 11 лет. В середине июня 2018 года я узнал, что 14 июня сборная России обыграла команду из Саудовской Аравии со счётом 5-0. До сих пор не знаю почему, но меня это заинтересовало, хотя до этого я не проявлял какого-то интереса к футболу. И уже на следующий день я смотрел матч между Египтом и Ургуаем, в котором южноамериканцы одержали минимальную победу. После просмотра этой игры мой интерес к футболу не то что не угас, а наоборот усилился. И я решил посмотреть следующий матч сборной России на Мундиале. И 20 июня я, как полноценный футбольный болельщик, смотрю игру наших против Египта, радуюсь трем голам сборной России. Досадую после реализованного Салахом пенальти, становлюсь безумно счастливым после высада наших из группы и окончательно влюбляюсь в футбол. Раз и навсегда. С этого момента я стал активно интересоваться тем, что происходит в мире футбола. А именно, после окончания чемпионата мира, вдохновленной игрой нашей сборной, я начинаю смотреть матчи РПЛ. После разгромной победы Зенита на Данжи со счетом 5-0, становлюсь болельщиком синебелых-голубых и, конечно же, болею за Красноярский Енисей, для которого по случайному совпадению сезон 18-19, как и для меня, становится дебютным в РПЛ. Для меня в статусе болельщика, для него в статусе участника. 3 мая 2019 года я первый раз в жизни иду на стадион и смотрю за игрой Енисея против Анжи, в которой красноярские львы одержали волевую победу, забив 3 мяча в ответ на гол Махачкалинск. Кстати, для тех, кто не знал, в том матче за Енисей оформил дубль Александр Соболев, ныне выступающий в Спартаке. Да-да, когда-то он играл в Красноярске. Получив просто невероятные эмоции после просмотра матча, я сам начинаю играть в футбол и лето 2019 года провожу во дворе на футбольном поле. Параллельно с этим записываюсь в футбольную секцию и начинаю играть в футбол в команде. Футбол занимает главенствующее место среди моих увлечений, он становится занятием номер один для меня. Я не представляю свою жизнь без футбола. И в один прекрасный день, не помню точную дату, но это было примерно осенью 2019 года, мой папа, видя, что я стал хорошо разбираться в футболе, рассказал мне о том, что на мою любимую игру можно делать ставки и зарабатывать на этом. По одушевленной мыслью о том, что я смогу зарабатывать с любимой игры, я захожу в интернет и по счастливому совпадению, одним из первых роликов на ютуб мне попадается видео Андрея Савельева, в котором он рассказывает о том, что футбол сценарный, что букмейкер знает результат игр до их начала и зарабатывать на ставках можно только используя коэффициентный анализ матчей. На удивление, я принял эту, казалось бы, шокирующую информацию очень спокойно, возможно из-за того, что у меня достаточно нетрадиционное мнение по поводу разных аспектов жизни, не только сам. С этого момента я стал активно изучать видео этого автора, впоследствии узнал о существовании сервиса коэффициентного анализа матчей в Бэтбазе, мы приобрели к нему доступ и я начал погружаться в тему коэффициентного анализа матчей. Путь к звёздам Тернис, поэтому на моём пути встречалось множество испытаний и трудностей. Я пробовал делать различные виды ставок, ставил по фильтрам, делал ставки на ничью, пробовал различные виды экспрессов и так далее, но каких-то внушительных результатов мои старания не приносили. Большой убыток по своим ставкам я не фиксировал, но и особого плюса тоже не было. Я был таким минусовым игроком, которому всё время не хватало совсем чуть-чуть, чтобы из минусового превратиться в человека, играющего в ноль. Параллельно с занятием ставками я читаю разную литературу по саморазвитию. За последние несколько лет я прочитал такие книги, как «Думай богатей», «Самый богатый человек в Вавилоне», «Ответ», «Величайший мир и торговец», «Семь навыков высокоэффективных людей» и так далее. Во всех вышеперечисленных книгах разными способами преподносится следующая мысль. Человек может достичь любой цели, если будет настойчив и постоянен, двигаясь к своей цели. И что самое главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не сдастся. Тогда успех обречён. Поводов к тому, чтобы всё бросить и уйти из ставок было очень много. Но я помнил главную аксиому успеха, и поэтому решил ни при каких обстоятельствах не сдаваться, чтобы в конечном итоге прийти к своей цели. Научиться обыграть букмекера и зарабатывать, делая ставки на спорт. Чего бы мне это ни стоило. В августе 2021 года я создаю группу ВК «Про ставки», чтобы зарабатывать с продажи прогнозов. Я горел этой идеей не первый день, но финальное решение за то, чтобы создать свой канал, я принял после прохождения курса Андрея Савельева «Миллион на продажу прогнозов», который был посвящён тому, как зарабатывать не с самих ставок, а с взаимовыгодного сотрудничества со своей аудиторией, которая будет платить за прогнозы. Но до продажи прогнозов предстоял долгий и тяжёлый ход. И начал я с того, что стал публиковать бесплатные прогнозы на футбол, используя все имеющиеся у меня за момент знания для того, чтобы заинтересовать своим первым личным проектом ту немногочисленную аудиторию, которую я начал набирать в своё сообщество. По итогам августа 2021 года я фиксирую плюс 3,76% с плета прибыли по бесплатным прогнозам, которые я публиковал в течение месяца. Время идёт я пробую проводить лайк-сессии, которые приносят положительный результат с переменным успехом. Параллельно с этим создаю этот ютуб-канал и начинаю выливать видео со своими прогнозами и сюда. Так проходит целый год, и я делаю вывод, что за это время бешеных усилий и ежедневной работы я могу подвести тот же итог, который был у меня и раньше. Каких-то внушительных результатов мои старания не приносили. Большой убыток по бесплатным прогнозам я не фиксировал, но и особого плюса тоже не было. Повторилась та же история, которая была и раньше. Я не смог выйти из зоны минусового игрока и войти в зону нулевого. Либо сделал это как-то очень опасливо и неуверенно. У меня не было чёткого понимания того, что я уже не минусовой игрок, а человек, играющий как минимум в ноль. Но дальнейший ход событий показал, что на тот момент к этой желанной зоне игрока, не проигрывающего букмекеру, а играющего в ноль, я был очень близок. В августе 2022 года я принимаю решение отрезать все пути к отступлению и бросить себе мощнейший выпуск плюс 30 флетов за 5 месяцев, в рамках которого я решил публиковать, так же как и раньше, бесплатные, но уже составленные по другим методикам, нежели раньше, прогнозы на футбол. И я поставил себе публичную цель и обозначил дедлайн. Получить плюс 30 флетов прибыли по моим бесплатным прогнозам, которые я буду публиковать в своей группе ВК, а впоследствии их созданном в октябре 2024 года в Телеграм-канале за 5 месяцев, то есть финансовая цель должна быть достигнута до декабря 2022 года. Я решил, что этот вызов покажет, способен ли я на что-то серьёзное в сфере ставок или нет. Я не рассматривал вариант поражения, мне была нужна только победа. Однако началось всё далеко не так радужно, как я предполагал. Первый месяц ставок закончился в минус, и, казалось бы, моя цель в плюс 30 флетов стала недостижимой, однако я решил не сдаваться и двигаться дальше. И успех приходит. Все остальные 4 месяца заканчиваются плюсом по итогу каждого, и, что интересно, с каждым месяцем прибыль только увеличивается. И в конечном итоге, 17 декабря 2022 года я объявляю в своём Телеграм-канале, что цель достигнута, потому что на тот момент результат по бесплатным прогнозам был плюс 30,27 флетов, и спустя 2 дня я объявляю о закрытии проекта с общим результатом плюс 32,65 флетов прибыли. Параллельно с этим я поставил себе личную цель. Успешно сыграть на Чемпионате Мира 22. Плюс по итогу ставок на матче главного турнира планеты станет для меня своеобразной сдачей экзамена по ставкам, который покажет, что я не зря работал и совершенствовался в течение этих трёх лет. И результат превышает все мои ожидания. Чемпионат мира заканчивается для меня очень удачно, большую часть матчей, на которые я делал ставки, мне удалось разгадать, и я фиксирую этот вожделенный плюс по ставкам на матче Мундиале. Открылённый этим успехом и испытывая истинное счастье после достижения лично для меня очень большой и значимой цели, я понимаю, что сейчас передо мной появился шанс начать делать то, ради чего я, собственно говоря, и создавал группу ВК, а после и телеграм-канал. Начать зарабатывать. Продажи прогнозов. И с января 23-го я создаю закрытый чат, в котором отныне буду публиковать прогнозы в течение 5-ти месяцев, для того, чтобы достичь новую цель. Плюс 40 плетов прибыли за время ставок с января по май 23-го. В основном канале остаются только прогнозы по стратегии догон по топ-командам, от которой я впоследствии сажусь, и которая принесёт около плета прибыли в основном в игрном канале, и достаточно весомый убыток в закрытом чате. Также в закрытом чате я публикую прогнозы, которые являются как бы продолжением тех ставок, которые я выкладывал, идя к цели. Плюс 30 плетов, но как оказалось впоследствии, это были совершенно другие прогнозы с другой проходимостью и прибыльностью. Параллельно с введением закрытого чата, я бросаю себе безумный вызов в основном телеграм-канале. 100 дней прогнозов, целью которого было показать, способен ли традиционный подход к коэффициентному анализу через использование бэдбазы давать стабильные, положительные результаты. Для чего был нужен этот проект? Во-первых, чтобы поднять активность в своём телеграм-канале и увеличить количество публикуемого там контента. А во-вторых, чтобы ответить себе на давно волновавший меня вопрос, можно ли получать прибыль на дистанции, используя традиционные методы канализа матчей в бэдбазе, о которых говорят её создатели. Итоги вызова получились следующими. Плюс 11,9 флетов по ординарам и минус 10,9 флетов по экспрессам. Цель же плюс 40 флета за 5 месяцев я достичь не смог, и по итогу ставок в закрытом чате зафиксировал минус. На вопросы, хорошо это или плохо, как к этому стоит относиться, и почему все мои бесплатные проекты, в отличие от платного, приносили прибыль, я отвечу в следующем видео, посвящённом подготовке к новому сезону. А пока мы подходим к завершению практически 4-летней истории пути, на сегодняшний день уже 16-летнего Егора в мире ставок. На каком этапе я нахожусь сейчас? Стал ли я тем самым плюсовым, или хотя бы играющим в ноль игроком? Пока не буду раскрывать все карты сразу, так как скоро на этом канале выйдет ещё несколько видео, посвящённых подготовке к новому сезону и подведению итогов старого. Помимо запуска новых проектов, я запланировал множество изменений, которые коснутся моего проекта в сфере ставок и сделают его ещё лучше. Скоро вы обо всём узнаете, а пока хочу вам напомнить, что совсем скоро наступит новый сезон 23-24, а значит самое время начать плотную подготовку, для того, чтобы он стал прорывным и поднял нас на совершенно новый уровень. Но главное, друзья, запомните ту важную мысль, о которой я уже говорил, и которая, наверное, стала для меня самым важным открытием за эти 4 года. Человек может достичь любой цели, если будет настойчив и постоянен двигаясь к своей цели, и, что самое главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не сдастся. Тогда успех обречён! Продолжение следует... Продолжение следует...